Мужики, всем здорова! С вами Михалыч. Сегодня мы поговорим о достаточно серьезной проблеме, которая уже поперек горла буквально больше 20 лет. Sony Vegas был создан еще в 1998 году. И именно тогда, я не знаю, наверное где-то в аду придумывали эту программу, которая мучает нас по сей день. Тот, кто зашел на это видео через рекомендации, уже видимо сталкивался с тем, о чем сегодня пойдет речь. Конечно же в начале, по классике, моя небольшая история. Я начал монтировать еще тогда, когда некоторые зрители, которые сейчас смотрят видео, возможно даже не родились. И конечно же начало было положено с Sony Vegas, программу которую рекомендовали все, даже блогеры-миллионники там монтировали. И ты такой думаешь, блин, а ну-ка я тоже хочу. И начинаешь работать там. Спустя время ты понимаешь, что твои проекты растут, а Sony Vegas вместе с ними не особо. У тебя все больше начинают сыпаться ошибки, ты понимаешь, что ты уже вырос из спецэффектов, которые он предоставляет, ты накатываешь туда что-то новое. Но Sony Vegas работает по такому принципу. Представьте, что Sony Vegas это старый стул, который весь трещит, пердит и может в любой момент развалиться. А вы на этот стул просто кладете целую гирю. А гиря это как раз таки плагины, которые вы устанавливаете. Рано или поздно от гири этот стул лопнет, треснет, ну и так далее. Честно сказать, мне кажется, Sony Vegas не предусмотрен до какого-то серьезного монтажа. И то, что делаю я в нем, это что-то невозможное. На ваших глазах сейчас проекты, на которые было потрачено от месяца до трех, некоторых даже год мне понадобилось, чтобы монтировать. Вот так они выглядят на таймлайне. Получается, у нас вот это вот Ставрополь. Достаточно большой проект, 400 гигабайт. Но это не самый большой проект, есть проекты еще больше. К примеру, проект, который я монтировал год, это документальный фильм по дрифту. Год съемок, год монтажа, это было что-то нереальное. Больше терабайта он у меня занимает на диске. И вот когда начинаешь монтировать подобные проекты, сталкиваешься со всей ужасной болью. Sony Vegas просто начинает разваливаться и ничего с этим не поделаешь. Недавно завершил проект и на удивление ошибок там было. Вот мне хватит одной руки, чтобы пересчитать, сколько раз вылетел Sony Vegas. Сегодня я с вами поделюсь этой информацией, как я избегаю вот эти вот ошибки. И вообще, что сделать, чтобы он вылетал гораздо реже. Начнем с самого главного заблуждения. Многие личности в интернете говорят о том, что скачивайте Sony Vegas 13. Это самый лучший Sony Vegas. Там меньше всего ошибок. Там вообще он идеально стабильный. Но это знаете, с чем можно сравнить. Давайте я вам сейчас порекомендую установить Windows XP. Вы пойдете, установите? Конечно же, нет. Никто не будет этим заниматься, потому что просто Windows XP она уже устарела. Поэтому, друзья, имейте в виду то, что не просто так обновляется программное обеспечение. В этом есть огромный смысл. Они исправляют ошибки. Как-то делают производительность программы лучше. И тем самым мы с вами получаем более грамотное программное обеспечение, которое позволяет лучше работать. Поэтому есть только один смысл сидеть на старом обеспечении. И когда новое обеспечение просто не поддерживает компьютер. Все. А во всех остальных случаях я рекомендую использовать самый новый. На данный момент это 21. Но я думаю, что рано или поздно вы будете смотреть, когда выйдет 30. Можете спокойно скачивать и не бояться, что у вас компьютер там что-то взорвется. Либо еще что-то в этом духе. Раньше так могло быть. Сейчас уже все нормально. Я вас уверяю. Мне, кстати, часто пишут люди, спрашивают, где скачать 13-ю версию Sony Vegas. Один раз даже написал канал Миллионник. Я просто офигел. Ну, конечно же, ему все расписал по полочкам. Так же, как и обычному человеку. Разницы между ними, ну, просто в цифре. Это, я считаю, не так уж и важно. Ну и вот. Я всегда рекомендую скачивать последнюю версию Sony Vegas. И потом меня благодарят. Спасибо большое, что посоветовал именно более современную. Я бы так и сидел на старой. Ну, то есть все довольны. Ни у кого еще никаких проблем не возникало. Но, предположим, у нас самая новая версия Sony Vegas. И все равно вылезают ошибки. А я напоминаю то, что в 90% случаев, как показала практика, вот конкретно на моей системе, проблема всегда заключается в памяти. Будь то ПЗУ, либо ОЗУ. И дело не в том, что она какая-то непроизводительная. Нет, вообще не в этом. А просто Sony Vegas плохо работает с памятью. Вот просто, ну, не дано ему. Вот как-то там через жопу под капотом все сделано. То, что он постоянно выдает ошибку именно с памяти. На старом своем компьютере я снижал частоту оперативной памяти почти вдвое. И вы не представляете, это работало. Но не спешите снижать частоту оперативной памяти. Возможно, проблема даже не в этом. И сейчас мы будем ее решать. Начнем с самого простого. Во-первых, вам понадобятся библиотеки. Что такое библиотека? Вообще, это библиотеки инструкций, которые позволяют компьютеру понимать, как работать с софтом. И, возможно, у вас каких-то просто не хватает. Из-за этого Sony Vegas вылетает. Михаил Рэп читает. В общем, вам понадобится скачать целый пак Microsoft Visual Studio. Начиная там с 2005 года и заканчивая самыми последними версиями. Я вам рекомендую. Это зачастую решает большинство проблем. Самое главное, не забывайте, что вам надо скачать инструкции не только 64, но и 86. Раньше у меня был такой прикол лет, наверное, 10 назад. Может, даже еще больше. Но вот я, получается, когда скачивал Microsoft Visual Studio, я скачивал только 64 бита. Хотя надо и 86, и 64. Я просто думал, у меня же операционная система 64. Надо только ее скачивать. Ну и поэтому у меня Sony Vegas через жопу работал. Так что имейте в виду, скачивайте и 86, и 64. Это немного другое. Я не буду опускаться в подробности. Иначе бы сейчас уже на этом моменте видео было бы 30 минут. Для вас сделаем все максимально коротко. Также вам понадобится скачать Microsoft Framework. Он, по-моему, как так называется. Я, честно сказать, не особо помню. Потому что все это делаю на автоматизме. И скачивайте сразу и 3, и 5, и 4. В общем, скачайте все, что только можно. Второе по важности это QuickTime от Apple. Обязательно скачайте. У меня Sony Vegas после того, как я скачал, стал работать гораздо стабильнее. Третье. Я рекомендую скачать Collide или Colline он называется. Я, честно сказать, не помню. Collide, по-моему. Там есть 4 версии. Standard, Full, Expert, либо Extreme, либо что-то в этом духе. Разница между ними максимально простая. Standard, он открывает все самые обычные кодеки, которые вы можете встретить в поседневной жизни. А Full, это либо для каких-то древних камер, либо для каких-то супер крутых камер, которые ни у меня, ни у вас нету. Поэтому можете вообще не париться. Хотя весит оно гораздо больше, естественно. Ну вот, то есть, ну, как такового смысла особо нет. Дальше, это, конечно, переустановка Sony Vegas. Обязательная тема, потому что если у вас там куча плагинов различных, которые вы поустанавливали, это может быть проблема. У меня Sony Vegas не запускался от некоторых плагинов. Поэтому спецэффекты различные я делаю в After Effects, либо в DaVinci. Но в Sony Vegas у меня чисто монтажка. То есть, я там просто видео обрезаю, соединяю и все. То есть, это центр, так сказать, образования видео. А обработка звука, там, картинки, это занимаются другие программы. Я уже, я вот пришел именно к этому, чтобы нормально Sony Vegas работал. Нагрузите спецэффектами различными, неважно, там, цветокоррекция будет, короче, не очень хорошо. Я это все к чему говорю. Потому что многие репаки Sony Vegas идут сразу с плагинами, которые портят стабильность работы Sony Vegas. И поэтому у вас может сложиться какое-то плохое впечатление. Поэтому я вам рекомендую установить максимально чистый Sony Vegas. То есть, смотреть, чтобы в особенностях репака не было написано, что мы вам там накачали, чтобы вам было удобнее. Нет, пошли они в задницу. Нам такое не надо, это я вас уверяю. Также переключите Sony Vegas на английский. Привыкайте к английскому, потому что Sony Vegas на английском будет работать куда стабильнее. Лично я не смог в этом убедиться, потому что я всегда работал на английском. Но многие в интернете говорят, что да, это действительно так. Поэтому не спешите переключать на русский, либо устанавливать какой-то русификатор. Не надо, ребят. Лучше привыкните к английскому, в этом сложного ничего нет. Но там все максимально понятно написано. И последнее, если вы полностью переустановите Windows на последний билд, установите все то, о чем мы говорили с вами до этого, то у вас Sony Vegas будет работать максимально стабильно. То есть у вас точно операционка будет неинвалидная, все у вас будет хорошо. И вот это самый проверенный рабочий способ. То есть как точно сделать так, чтобы Sony Vegas не вылетал. Там есть, безусловно, какие-то маленькие настройки, которые позволяют улучшить работу системы. Но обычной стандартной системе это не помогут. Если у вас там какой-нибудь винегрет заместо компьютера, то да, тогда вам придется немного пошаманить. И в таком случае, что чаще всего рекомендуют? Отключать ускорение GPU, то есть чтобы видеокарта не помогала процессору. Процессор сам все делал. Но это, во-первых, у вас упадет произвительность. Но, во-вторых, самое главное, давно там уже все исправили, и никаких проблем нет. Я вот работаю, у меня этот параметр включен. Никаких вообще ошибок, ничего связанных с GPU нет. Ну вот, по сей день только вылезают ошибки с памяти. Последнее, что могу порекомендовать, это старые функции. В настройках можно включить, там прям так и называется, Legacy, то-то, то-то, то-то. Можете посмотреть, смотрите, что это значит. Эти функции некоторые могут вам помочь. И тем самым, если у вас старый компьютер, они, да, они вам могут помочь, конечно. Если у вас новый компьютер, то, скорее всего, у вас просто какая-то беда с библиотеками, либо с самой операционной системой. Ну и, конечно же, проблема может быть с самим Sony Vegas. Какой-то корявый репак, собранный корявыми руками. На моей памяти такое было три раза. Люди ко мне обращались, говорили, почему Sony Vegas плохой. Мы им просто устанавливали другой Sony Vegas, и все было вполне себе нормально. Так что имейте в виду, это тоже имеет место быть. И поймите, самое главное, то, что Sony Vegas обновляют. Не просто там взяли циферку, подписали, что не 20, а 21 теперь. Все, смотрите, на 2000 дороже, лучше, быстрее. Не просто так они это говорят. Все-таки что-то они под капотом стараются исправить, поменять, чтобы мы с вами его хейтили поменьше. Поэтому тут надо тоже относиться с пониманием. Ребята, я надеюсь, я вам помог таким видео. Но здесь, конечно, нет какой-то определенной ошибки, которую мы сейчас пойдем с вами, будем исправлять. Но, тем не менее, это основные причины, почему Sony Vegas может вылетать. То есть, обычно, вот самый обычный билд Sony Vegas, он достаточно стабильно работает. Если все в порядке с операционной системой, все нормально с библиотеками. Ну, в общем, вы, надеюсь, все прекрасно поняли. А я вам желаю удачи, поменьше ошибок. Я вот на своей шкуре сам, знаете, сколько ошибок повидал. И, надеюсь, у вас этих ошибок будет меньше. Если бы я вначале увидел такое вот видео, как начинал монтировать в Sony Vegas, я бы просто восхвалял. Господи, YouTube, спасибо, что порекомендовал мне это видео. Ну, вот, в общем, теперь вы знаете. Если сделаете то же самое, что и вот сделал я, у вас все будет в порядке. Потому что я, то, что сказал в видео, я то и сделал на своем компьютере уже давно. Ну, это просто на опыте. Ну, то есть, по идее, вы должны то же самое сделать, и у вас будет такой же результат. Ну, так что я надеюсь, что я вам помог. До новых встреч, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok